Знаменитые игрочи прилетели с Аврасова, а также известные картины Шишкина, Верещагина, Тропинина и других великих русских художников на месяц поселились в стенах Самарского художественного музея. 36 картин привезли из Нижнего Новгорода, поскольку там музей закрылся на реконструкцию. В экспозиции картины, которые часто используют в качестве иллюстраций в книгах и учебниках. У нас прекрасное собрание нашего русского искусства. Мы должны быть благодарны купцам Шахабаловым, которые были великие коллекционеры. И они лично покупали работы у Маковских, у Репина. И наши самарские зрители, наши друзья, они выросли, собственно говоря, на произведениях из русской коллекции. И нам хотелось бы даже провести некую аналогию с собранием Нижегородского музея. Эта выставка была сформирована и отобрана персонально для Самарского художественного музея совместно с кураторами из музея Самары и нашими искусствоведами. В таком составе эту выставку не увидят нигде. В числе первых экспозицию оценила глава Самары Елена Лапушкина. Выставка получила название «Азбука шедевров», и это совсем не случайно, уверены зрители. Я колеблюсь между словами «счастлив» и «восторги», потому что я был в Нижнем и ходил в музей, все это смотрел, но это было давно. А сейчас это здесь, и можно опять замереть перед Куинджи или Саврасовым. Мне кажется, это такое счастье-счастье, и 100% я обязательно приду сюда вновь, когда пройдет открытие, когда будет тише, спокойнее, и когда можно будет 100% у каждой картины замереть, постоять. Хотя, наверное, это займет около полудня, чтобы все это пройти и почувствовать. Это очень хорошая выставка, здорово, что ее привезли в наш город, впечатления, в принципе, самые положительные, то есть вкус в этом есть, и это самое главное. Прийти и насладиться шедеврами русской живописи можно до 12 октября. Мария Левина, Николай Епифанов, События.